На льду сочинцы Рада Ермилина и Макар Петров. Ребята всего год работают в паре. Паттерн, твизлы и поддержки пока получаются не всегда. Спортсмены только учатся работать в тандеме. А пока случаются и падения. Мы плохо откатали, но может быть мы кого-нибудь и обгоним. Но главное не победа, а участие. И мы почти все сделали вместе. И когда я упал, я ошибку сделала, которая мне говорилась очень много раз на тренировках. Я ее очень сильно закрутила. Она устояла, а я упал. Из-за этого мы споткнулись вот коньками, то есть и поэтому Макар упал. Ну дальше в принципе проехали хорошо. Все элементы более-менее сделали. Может быть мы станем вторыми или третьими. Мне кажется, очень хороший результат. Самое сложное это делать все вместе и не ругаться. Если будете ругаться, то ничего у вас не получится. Самое прикольное это то, что надо кайфовать и мы кайфуем. Это чисто, а на расслабуще кататься в свое удовольствие. А самое сложное это параллель и все сложно наделать. Радислава, Немель, Немель, Петров, в сумме сатринь танца набирают 36 центов и 22 высотых баллов. На данный момент это второй результат. Это круто! А это Алина и Руслан, воспитанники Центра Олимпийской подготовки Краснодарского края. На открытом краевом турнире они также представляют наш регион. К выступлению ребята относятся со всей серьезностью, а в случае неудач случаются и нервные срывы. Партнер Алины не решился даже на интервью. Если вот, например, ругаемся, то потом начинаем плохо откатывать. Нужно было сделать третью позицию и не подставлять ногу. Ну и подставили оба мы. Вот. А так, твисло нормально и поддержка тоже. Только надо было еще вторую руку отпустить. Мы настроены олимпийскими чемпионами, ну вот, быть. Ну, так получается иногда, что не очень верится, но потом начинаешь матеревировать себя. А на данный момент это первый результат. Ну да. Я рада. Сочинцы Даша с Арсением – лучшие друзья. Спортсмены уверены, качество взаимоотношений заметно влияет и на качество катания. Поехали, салитрование. Это первый результат. Ой, я очень рада. Хорошо откатали. Да. Мы очень боялись делать твисло. Да, и вращение, оно у нас вообще, оно у нас редко получалось. Но мы рады, что у нас все получилось. Участие в этих соревнованиях помогает нам понять, что мы можем, и показать другим, что мы можем. Да, это наше второе соревнование за... На них пар. Да. Нас недавно подставили в пару. Не можешь в первое место. Просто взять, успокоиться и сказать, что ты все можешь. Мы стараемся не ругаться, потому что мы лучшие друзья. На открытый турнир Краснодарского края приехали 340 человек из 16 городов страны. Большим составом прибыли москвичи, перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Мы не очень довольны за непрокатом. Не все получилось, что хотели сделать, но мы старались передать образы и будем работать над тем, чтобы больше таких косяков не было. Мы немножко дергались, сорвали твисло. Это история бедного английского писателя, который приезжает в Берлин и главная героиня, моя партнерша, по сюжету пытается меня соблазнить. Мы стараемся передать эту химию между нами и будем дальше только улучшать. Это Олимпийский объект, и в них такая мощь соревновательная заключена. Тут выступают великие спортсмены. Будем стараться стремиться к их уровням. Спортивные танцы на льду – дисциплина фигурного катания. Олимпийский вид спорта включен в программу игр с 1976 года. Танцы внешне похожи на парное фигурное катание, однако здесь запрещены выбросы, поддержки партнерши выше головы партнера, подкрутки и другие так называемые акробатические элементы. У нас прыжков нет, в основной акцент идет на выразительность. Чувство музыки, взаимоотношения показываем на льду между партнерами. То есть наша дисциплина, наверное, больше ближе к искусству даже, чем… Я не могу сказать, что она не спортивная. В любом случае, это тяжелая и кропотливая работа, но с точки зрения зрелищности, мне кажется, мы несколько выиграем. Только никому не говорите, а то тут окружают нас. Одиночники. Есть некоторые замечания, допустим, по некоторым техническим элементам, как твизлы, но в целом ребята порадовали и очень приятно было приятно видеть пару из Кургана. То есть мы стараемся выстраивать отношения с другими школами, смотреть на то, как дети работают там и заводить какие-то тренерские связи между школами тоже. Что касается соревнований, что это краевые, поэтому наш краевой уровень в этом виде спорта, как вы можете оценить? Ну, в целом можно оценить его как развивающийся. Мы делаем все для того, чтобы выйти на уровень всероссийский и хотя бы занимать места в десятке. Но пока мы только на самом начале пути к этой цели. В крае фигурное катание разбивается повсеместно. На турнир приехали юные фигуристы из 10 городов региона. Нас уже знают в России, мы уже везде приглашают. И пытаемся сразу же в пятерку влезть. Вот именно центр олимпийской подготовки, который сейчас находится у нас в Сочи, он объединяет всех фигуристов края. Это краевые соревнования уже проходят второй год. Посвященные они Урману Алексею Евгеньевичу, олимпийскому чемпиону. В прошлом году было не так у нас много участников, но в этом году это было очень особенное соревнование, поскольку у нас было 16 регионов России. Такого никогда не было. 340 участников приехало. Мы хотим эти соревнования сделать, чтобы они были регулярные каждый год. Все соревнования почти одинаковые. Они начинаются с юного фигуриста и кончаются мастерами спорта. Так что у нас тут все. И получается почти в каждом разряде по 30 человек. Вот мы должны попадать в сборную России. Поэтому пока в этом году, я думаю, что мы еще не попадем. А уже в следующий год у нас что-то возможно, что будем в сборной России. Уже через неделю, 27 ноября, в Сочи пройдет финал Кубка Краснодарского края по фигурному катанию. И уже здесь спортсменов будут отбирать на зональное первенство края. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.